МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Царские хоромы. Дорого. Британская королева сдаёт в аренду часть дворца Сент-Джеймс. Если сборная Франции будет играть в финальной игре на чемпионате Европы-2016, это может стать желанной целью для террористов из группировки «Исламское государство». Об этом предупредил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер. Французы хорошо подготовились, и у нас нет серьёзных признаков будущих атак. Но, конечно, всё может измениться во время предстоящих игр. Чем больше будет зрелищных игр, чем сильнее и лучше будет выглядеть Франция, тем больше она будет привлекать внимание террористов. Но спецслужбы тоже в курсе. Напомним, в этот четверг сборная Германии и Франции сыграют в Марселе. Победитель этой пары выйдет в финал против сборной Португалии и Львельса. Матч между этими командами пройдёт днем ранее в Лионе. Для обеспечения безопасности во время футбольного чемпионата французские власти призвали более 90 тысяч полицейских, солдат и частных агентов безопасности. Испания страдает от экстремальной жары. На юге в городе Кордова на прошлых выходных температура воздуха поднялась до 44,5 градусов. Такие же высокие температуры были зафиксированы в Гранаде, Бардахосе и Севилье. Из-за небезопасной ситуации испанская метеорологическая служба повысила уровень тревоги до жёлтого цвета. Так, на выходных температура в столице Мадриде была около 38 градусов. Метеорологи предупреждают, что на этой неделе она может ещё повыситься. Жёлтый уровень тревоги означает, что температура поднимется до 36,6 градусов. Если столбик термометра повысится до более чем 38,6 градусов и продержится так в течение трёх дней, соответственно, уровень тревоги повышается до наивысшего, красного. Жители и гости страны переживают такую жару очень тяжело. Тут очень-очень жарко. Я чувствую себя как пингвин в Сахаре. Я живу тут уже 17 лет и должен был привыкнуть, но всё же так и не сумел. Также из-за жары повысился риск возникновения лесных пожаров. Поэтому местами испанцев предупреждают о высоком уровне пожарной опасности. Ранее 30 июня начался лесной пожар в испанской автономной области Кастилия-Ла-Манча, который удалось потушить лишь спустя пять дней. Гигантские средства, вложенные в Сочи во время подготовки к Олимпиаде, преобразили Черноморский курорт. Инвестиции в размере примерно 50 миллиардов долларов сделали зимние игры 2014 года самыми дорогими в истории. Сочи остаётся спортивным городом. В 2018 году на Олимпийском стадионе пройдут некоторые матчи Чемпионата мира по футболу. Отдыхающие говорят, что инфраструктура и сфера услуг изменились к лучшему. Но и на солнце бывают пятна. Такого мнения придерживается Наталья из Ростова. Появилось больше возможностей для туристов. В качестве Сочи стало практически как Европа. Но, конечно же, русский менталитет не исправит. Обслуживание местного населения оставляет желать лучшего. А так, в целом, затраченные деньги себя оправдали. Другая ростовчанка Елена Василенко говорит, что, несмотря на общее позитивное впечатление от Сочи, властям стоило бы уделять больше внимания общественной безопасности. Конечно, с до Олимпиады город изменился в лучшую сторону. Здесь стали лучше дороги, лучше дома, инфраструктура стала лучше. Но есть, конечно, и минусы. Полиция плохо работает, я считаю. Её очень мало для курортного города. Рубль потерял половину своей стоимости по отношению к доллару и ещё больше к евро от падения цен на нефть и западных санкций, введённых против России из-за её роли в украинском кризисе. Это отразилось и на ценах в Сочи. Но относительно невысокие транспортные расходы и цены в рублях в определённой степени компенсируют потери. Ольге из Нижнего Новгорода в Сочи нравится всё. С каждым годом, сколько мы в Сочи ездим, всё лучше, лучше и лучше. Приятнее приезжать намного. И на пляжи стало намного чище, культурнее. То есть на порядок выше стало обслуживание. Привлекательность внутренних курортов выросла после того, как в 2015 году граждане России остались без двух популярных мест отдыха – Египта и Турции. Недавно Москва отменила антитурецкие санкции, включая запрет на продажу туров. Но поток отдыхающих в Турцию пока не восстановился. Британская королева сдаёт апартаменты в аренду. Теперь во дворце Сент-Джеймс может поселиться каждый желающий. Королева Елизавета решила сдавать в аренду часть жилого помещения дворца. У того, кто поселится там, будет возможность действительно пожить по-королевски. Один только ремонт апартаментов, который сделали в прошлом году, обошёлся в 600 тысяч евро. Стоимость аренды квадратных метров составит порядка 250 тысяч евро в год. В распоряжении того, кто снимет жильё, будет всего лишь одна квартира, обставленная в духе роскоши Средневековья. Из окон квартиры можно будет наблюдать за сменой королевского караула. Причина сдачи в аренду жилья во дворце прозаичная. Елизавета II таким образом хочет увеличить свои доходы. Сент-Джеймский дворец – один из старейших в Лондоне. Находится на улице Пелмел к северу от одноимённого парка. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Времени. m-c.tv И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова